Восьмая глава послания к Римлянам, где Павел излагает евангельское учение об нашем преображении, об нашем освящении, о угодной Богу христианской жизни. И это стремление можно выразить тем куплетом песни, которую мы слышали. Я хочу быть таким, как ты. И нашим стремлением уподобиться характеру Христа и его в своей жизни отображать. И это то, что мы достигаем не сами по себе, не своими силами, а тем подарком, который Бог дал в нашу жизнь, силой Святого Духа, который нас наполняет и сам нас ведет, чтобы сделать нас похожими на Христа. Жизнь по духу. И когда мы ведь даем Святому Духу нами руководить, он также дает нам уверенность в том, что мы есть Божьи дети, мы есть члены Его семьи, и нас ждет с Господом туда, куда Он нас ведет в благословенные небеса. Итак, послание к Римлянам, 8 глава, я еще раз считаю, стих 17, и мы пойдем в новый отрывок, стих 17. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, наследники же Христу, но есть условия, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Это слава, которую нас ведет Дух Святой, она идет в комплекте, идет неразделимо страданиями здесь. Слава там, а страдания здесь, и это вместе. Путь в славу через земные страдания. Страдания не только, как обычный человек, а еще за веру, за Христа, за то, что ты идешь и уподобляешься Ему. Итак, это неразделимо, но это в значении несопоставимо. Настолько в этом большая разница и благословение небес. Стих 18. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ничего не стоят в сравнении. Цена зависит от того, а что за эту цену нам дают. К примеру, если бы, сказали бы, за 100 гривнов предлагают нам килограмм яблок. Это очень дорого, это очень дорого. Если за 100 гривнов предлагают нам одну комнатную квартиру, это даром. В зависимости, что за эту цену предлагается. И Павел говорит, страдания, земные страдания, которые человек верующий может иметь в жизни, если сравнить с той славой, которую Бог даст нам, то это ничего не стоит. Это подарок, бери, хватайся. К примеру, когда писал Павел, то уже приближались гонения, первые сильные гонения на римскую церковь. И может быть, какая-то часть уже этих гонений, может быть, если не от правительства, то от людей, где-то доставалось верующим. Потом будут факты, когда эти мученики, верующие мученики будут изверски убиваемые, буквально сжигаемые, как живые факелы. Это ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется. Когда даже ты умрешь, будучи сожженным, это боль, страдания невыносимые, но с той славой сравниться, то ничего не стоит. Когда то, что ты пережил как мученик, и тот венец, который Бог тебе даст, как на небесах за мученичество, то даже легче, чем укусил мне комарик, то, что я пережил, потому что то, что ты сказал Господи, это невероятно. Стиха 19-го, ибо тварь, ну это как бы все творение, или вся природа, ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих в будущем. Потому что тварь покорилась суете, не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, от ленью, в свободу, славе детей Божьих. Когда Бог создал весь мир, всю сиренную, и вот нашу землю лично, как место для человека, особенное место, все было сделано идеально, совершенно. Помните, Божья оценка, хорошо, хорошо, и даже весьма хорошо. Но из-за того, что из-за человека, из-за первых людей, вошло зло. Они сделали зло, и это зло вошло и разрушило ту природу, которая в руках них. Потому что вот человек был здесь хозяин, человек здесь был как глава, начальник того, что Бог создал. Она управляет. Из-за того, что он так плохо управлял, зло, которое он сделал, распространилось на все то, что он управляет. И вся природа поражена этим злом. Но не только мы болеем, она болеет, и животные умирают, землетрясения, наводнения, катастрофы. Этот мир, даже то, что мы видим, он чудесный, он был идеальный. А вот и это творение Божье, это природа, которую Бог создал, она, сказано, вот здесь стинает, как бы стонет, вздыхает. Когда же, наконец-то же, у меня снимется это бремя, которое несу из-за грехов человек. Она, как бы, в нетерпении ждет, когда человек будет в Божьей славе. Писание говорит о том, что Бог создаст новое небо, новую землю, и это будет, опять-таки, совершенно идеально. Вот природа ожидает этого момента, зная, что за человеком она пойдет так же в эту славу. И она получит все то идеальное, как даже в большей совершенстве. И Павел выражает это от ожидания творения, этого момента, когда мы будем в славе, такими словами, стих 19. Ибо тварь с надеждой ожидает, буквально, можно было бы перевести, очень такое напряженное, с большим желанием ожидание. Или, как бы, такая аналогия, буквально, как бы, Павел говорит, природа буквально, как бы, стала на цепочке, выглядывает, когда же, когда же будет этот момент, чтобы дождаться, что этот человек будет уже святым, тогда природа будет без греха и святая, и благословенная. Она ждет этого момента. Стих 23, ибо знаем, что вся тварь в совокупности на этой мучится до ныне, и не только она, не только природа, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Не только природа, вот, вздыхает, как бы, в стонах, когда же, когда же человек будет в славе Божьей. Но и мы, и мы сами, которые находимся здесь, и мы, как бы, в ожидании, Господи, когда же наступит этот момент, что мы будем с тобой на небесах. Что мы ждем, где сказано? Ждем искупления тела. Искупления тела. Тело наше еще не искуплено. Дух и душа уже Бог искупил. Это уже вступило в силу. Грехи сняты, грехи прощены. Дух возрожденный. Но тело еще не изменилось. Тело еще несет в себе это проклятие греха Адама. И оно грешное. Оно имеет эти же последствия на этой земле. Оно и болеет, и страдает. И все то, что в этой природе, оно касается и нас через это тело. Мы ждем, когда наступит это идеальное время. Потому что, если природа проклята через нас, то и нам, человеку, трудиться на этой природе, на этой земле с потом, и с мозорями, и с трудом. И это все касается нас. И эти вирусы, и бактерии, и все добавляется. И инфаркты, и рак. Это все касается нас. Кроме того, еще могут быть дополнительные страдания за веру, за Евангелие, за то, что мы Господу желаем служить. Кроме того, еще страдание от того, что мы никак не можем быть идеально святыми в этом теле. И оно как бы мучит нас этими греховными желаниями, которые внутри нас есть. И мы еще больше имеем мотивов настойчиво ожидать, когда же, Господи, это искупление тела наступит. Когда же наши тела уже будут совершенные и святые, какие ты обещаешь нам дать на небесах. Когда же это будет? И мы стянаем, или мы стонем, мы это ожидаем, Господь. Причем здесь сказано, что, смотрите, и мы имеем только начаток духа. Слово начаток, это буквально, можно перевести, первый плод. Первый плод. Это намек на праздник, еврейский праздник Пятидесятницу, когда евреи приносили из нового урожая, из нового урожая, первый сноб в церкви. И приносили вот на Пятидесятый день вот тех опресников в Пасхе, которые не праздновали. И этот первый сноб, только первый сжатый сноб, говорит о том, что, Господи, это только первый, но потом будет еще много-много-много урожая. То же самое, вот этот дух, который Бог дал нам в сердце, который нас ведет, это только первый плод. Остальной урожай будет намного позже, когда мы будем на небесах, когда уже будет наше тело искуплено. И мы это ждем, Господи, мы ждем этого полного у Тебя наследства и полного урожая. Но этот первый сноб или первый плод, или этот начаток гарантирует, что дальше будет больше, дальше будет благословение. И мы ждем это благословение. Стиха 24. Ибо мы спасены в надежде. То есть, смотрите, мы спасены, но еще не совсем в надежде, то есть, еще ожидаем, как это состоится в полной мере. Надежда же, когда видит, то есть, если бы мы уже это получили, то, что Бог нам обещал, то это уже не была бы надежда. Если видит, то ничего, что надеется. Значит, стиль 25. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Ожидаем в терпении. Бог уже нас спас, но это коснулось только не всего еще нас. Тело еще не коснулось. И прославление, как детей Божьих, еще не наступило. Мы только это ожидаем. И поэтому ожидаем желания, потому что хотелось бы поскорее всего от этого греховного и печального оторваться, избавиться. Но еще этого мы не имеем. Мы только имеем надежду и ждем. Поэтому мы не можем, как некоторые, ошибочно думают, что претендовать на то, что Бог нас должен чуть ли не требовать. Господи, исцели нас. Господи, сделай меня в полном достатке, в полном богатстве. Нет. Бог говорит, что мы стинаем, потому что еще это не наступило. Христос не обещает нам эту полноту благословений на земле. Он обещает на земле нам страдания, а уже потом, по нашей вере, эти благословения. И поэтому мы ждем. Ожидаем терпения. Не требуем, Господи, дай немедленно. Бог говорит, нет, это не сейчас. Ты жди. Жди терпеливо, жди. Я знаю, что это будет. Мы спасены в надежде. Как будто бы мы уже одной ногой в раю, но только одной ногой, а еще все остальные здесь телом. И поэтому, когда мы даже страдаем, мы страдаем терпеливо. Мы страдаем, что вот-вот-вот, скоро мы уже все туда перейдем и будем, Господи, на небесах. Ожидаем в терпении. Без ропота, без капризов. Мы ждем в нелегких страданиях, но ожидаем в терпении. Так, природа стинает, Господи. Мы ждем, Господи, когда же ты своих верующих сделаешь полностью членами своей семьи. И нам будет хорошо, говорит, природа. А мы тем более ожидаем, Господи, ожидаем в терпении. Мы, хотя и стонем и вздыхаем, ой, больно, Господи, ой, тяжело. Но нас же терпеливо ждем. Еще есть кто-то, кто за нас или сопереживая нам, тоже вздыхает и стинает. И это на помощь нам. Вот стиха 26. Так же и дух, который нас ведет по жизни, Божий дух, так же и дух подкрепляет нас. Нас подкрепляет надежда, что, Господи, я буду терпеть, потому что я знаю, что ждет. Но подкрепляет и дух в наших немощах, ибо мы не знаем, о чем молиться. Это правда. Вот из-за этого того, что мы живем в этом таком теле, ограниченном, даже по-настоящему вымолиться, как надо, не получается. Или очень редко получается. Стаешь на колени и думаешь, Господи, а что сказать, а как сказать? Хотя, еще раз, мы научились молиться, но еще того идеала, наше тело нам, как этот барьер, нас ограничивает. Оно еще не искуплено, из-за того, что тело не искуплено, и мы не все можем выразить Богу, в чем мы нуждаемся, то Дух Святой, который внутри нас, люди. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух хадатайствует за нас. Воздыханиями, это же слово воздыхание, это же слово, что вот, с тянаниями, вздохами, неизречены. Но Дух, который внутри нас, понимает, в чем мы нуждаемся, хотя мы это не даже сами и всегда можем правильно выразить. Когда Он вместо нас несет Богу то, в чем мы нуждаемся, доносит Богу, и как Он это доносит? Сказано, воздыханиями или вздохами неизречен. Это не мы вздыхаем, это не мы вздыхаем, это Он внутри нас вздыхает. И это то, что мы не изрекаем, и Он не изрекает. Это не слова, выраженные звуками. Некоторые ошибочно думают, что что-то там говорить, не членов разумительных, то это вроде бы Дух говорит. Не это здесь сказано, а что Дух Святой видит наше состояние, видит то, что мы еще не в искупленном теле, помогает нам выразить Богу наши нужды и этим нас подкрепляет. Смотрите, вот стиль 27. Испытывающие же сердца, это о Боге сказано, Бог, который знает наше сердце, Бог, который знает все наши мысли, испытывающие же сердца, знает, какая мысль у Духа, это воздыхание неизвещенное, это мысли Духа Святого, который Он послает к Отцу. И Отец, который знает наши мысли, человеческие мысли, наше сердце, тем более знает мысли своего Духа, который как посол в нашем сердце, и Он все хорошо понимает, о чем Он за нас ходитайствует, чтобы мы по Его ходитайству получили от Отца необходимое подкрепление в тех страданиях, в которых мы сетуем, Господи. И чтобы, получая от Бога Святого силы, могли их преодолевать. Стена и природа, стена и мы, стена и Дух внутри нас. И это все работает, чтобы мы дождались и дошли до небес. Так, Дух Святой из-за нас ходитайствует по воле Бога, по воле Бога. Знаете, дальше, я думаю, подсказано, на какую тему Он ходитайствует. Смотрите, еще раз, стих 27, последняя фраза. Он ходитайствует за святых по воле Божьей. А дальше сказано, какая воля Божья. И, по-видимому, и об этом Он ходитайствует. Сейчас мы с 28 начнем пока. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всем содействуют ко благу». Это как будто бы основание, дальше бы разъяснение. Мы знаем, что все эти даже страдания, в которых мы вздыхаем, все то, что допущено Отцом, Богом-Отцом в нашей жизни, в жизни кого? Не всех людей. А вот в жизни любящих Бога. Эти любящие Бога так же называются как? Любящие Бога и призванные Его. Те, которые поверили в Него. Верующие – это те, кто любят Бога. Это знак равенства. Если ты веришь, то ты любишь Бога. И этим любящим Бога Отец так нашу жизнь контролирует, ей управляет, что допускает только то в нашу жизнь, даже те беды, но он допускает только то в нашу жизнь, что в конце концов нам даст благо или благословение. Даст нам Божие благословение. И об этом благословение и о том, в чем есть воля Божия, стих 29. «Ибо кого Он предузнал, Отец предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Потому что Божья воля, Божья воля, Божья цель на нашу жизнь, на нашу жизнь каждого из нас, чтобы мы стали похожими на Иисуса Христа. И в совершенстве мы это достигнем, этот процесс будет закончен в небесах, мы это получим. Но уже здесь на земле, Бог это через Духа Святого у нас совершает и преобразует нас, чтобы мы были подобным образу Сына. И вот все ко благу, это оказывается к какому благу? Все к лучшему, говорят. К какому лучшему? Это к тому, что Бог все, что в нашей жизни допускается, по Его воле, использует, чтобы мы стали еще более похожими на Иисуса Христа, на Его характер. Как пример, Павел написал к этому моменту уже послание к оринфянам. Помните, он там писал, что у него была какая-то проблема, какая-то болезнь, тяжелая болезнь, жало в плоть, и он молится, что Бог убрал это, потому что ему больно, тяжело. Бог говорит, что нет, тебе оно нужно. И он говорит, у меня такая фраза, и чтобы я не превозносился, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Павел понимает, что Бог оставляет ему эту болезнь, и это болезнь с целью, чтобы он, Павел, не превозносился, не возгордился. Потому что он получал у Бога невероятные откровения. Какой из Господь? и эти невероятные откровения могли, его тело, которое еще не искуплено, могло спровоцировать его, задирать носом, что я вот, мне больше всего открыт, но чтобы он, я носом не задирал, чтобы он не оторвался от земли, Бог говорит, на тебе, бежало в плоть. Вот бах, упало, и ты уже смиренный. Мне будет больно, что это, но оно болит, но слава Богу, чтобы я понимаю, почему Бог это сделал, чтобы я не превозносился, потому что Христос смиренный, и я должен быть смиренный. Об этом же сказано, чтобы все ко благу, это Бог делает в нашей жизни так, чтобы мы стали похожими на Христа. И даже те беды, и даже болезни, мы не ищем их, мы хотели быть здоровыми, мы покупаем даже таблетки, или какие-то там еще что-то, витамины, но как бы мы не старались себя обезопасить, оно все равно будет. Но радует то, что если это будет, это допущено Богом, и это к нашему благу, чтобы мы стали похожими на Христа, и в страданиях, больше всего мы способствуем нашему преображению. Так, еще раз давайте, 29 стих, здесь есть цепочка, как действует Бог в нашей жизни, смотрите, кого он предузнал, сначала есть Божье предузнание, тем он и предопределил, давайте покажем, две фразы, предузнал, и тех предопределил, стать похожими на Христа. Сначала, самое первое, что, как мы попадаем в Божье зрение, и Бог начинает с нами работать, Бог, Он знает всю историю наперед, для Него это все, как настоящее, и Бог наперед знал, кто из людей ответит на Евангелие верой, Бог наперед знал, что этот и этот брат, человек станет братом, Бог наперед узнал, вот как, кто из нас ответит на Его призыв, и зная, что эти ответят на Его призыв, Он уже их предопределил, ага, эти ответят, и он их уже записывал, как мы говорим, записывал, Соли Анатолий Дмитриевич, ну, к примеру, цель на Его жизнь, чтобы Он стал похожим на моего Сына Иисуса Христа, это Божья цель, Божье предупреждение, но оно срабатывается, чтобы Бог наперед узнал, как брат Анатолий ответит на Его призыв, на Евангелие, и Бог предопределил, стих 30, а кого Он предопределил, тех и призвал, поэтому, кажется, в 2000 году Бог через Евангелие позвал Анатолия Дмитриевича, и Евангелие коснулось Его, и когда Он призвал, Анатолий Дмитриевич уверовал, и что произошло, а кого призвал, тех и оправдал, и на этот призыв Божий, если мы уже реальности ответили веру, произошло оправдание, мы уже оправданы, по вере мы оправданы, Бог говорит, невиновный, а кого оправдал, тех и прославил, прославил это об искуплении тела, это о том, что будет в будущем, это о том, что в весь мире мы ждем, но сказано, как уже у совершившемся, уже время исполнившееся, уже совершенное, прославим, из-за этой цепочки уже, сколько там, процентов восемьдесят, Анатолий Иванович скажет точно, сколько здесь фраз, уже исполнилось, предузнал, предопределил, призвал, оправдал, осталось прославил, восемь процентов уже исполнилось, и говорит, братья, вы можете быть уверены, вы можете быть уверены, если Бог начал с вами работать, Он вас на полдороге, даже не полдороге же, восемь процентов не оставит, поэтому Он записывает, это не прославит, а прославил, как уже исполнено, как будто уже оно наше, мы можем быть уверены, когда мы продолжаем Богу веровать, и продолжаем быть людьми, которые Его любят, мы можем быть уверены, что наступит и прославил, это будет наша жизнь, а прославил это означает, что мы вот тогда-тогда уже в полной мере станем похожими, полностью похожими на Христа Иисус, в одном послании Иоанн пишет, что мы будем подобны Ему, мы будем как Он, как Христос на небеса, это будет прославлено. И вот все-все-все, этот Божий процесс, в который мы попали, и по которому Духство нас ведет, он на эту цель. Уже мы большую часть дороги пришли, потому что мы уже оправданы. С Богом мы пришли, или Бог нас провел, эту большую часть дороги, мы уже оправданы. И в этом состоянии оправдания, когда уже искуплена наша душа и дух, осталось только тело. Но оно нам наносит немало стонов, Господи, тяжело. Но мы это тяжело, вздыхаем в терпении, получаем от Бога поддержку через Духа Святого, зная, что, Господи, я в Твоих руках, и Ты мне доведешь. И это, что мне так тяжело, так больно, Господи, это ничего не стоит. Это даром, даром, потому что это минимальная цена, это почти даром, это таки даром, в сравнении с тем, что будет, когда Ты прославишь. Освящение. Освящение, в которое мы вошли через Бога, через Духа Святого, его финиш, его финиш, или финишная черта, когда вот мы еще полностью перевалимся в небеса, будем полностью в раю, когда наступит искупление тела, наступит то, что Бог уже сказал, что Он уже прославил. Пусть Господь нас благословит, давать право Ему нас сейчас уподоблять образу Христа, чтобы мы были в этом процессе и были теми, кто станет похожим на Христа на небесах. Это то, что даже мечтать мы не смирились бы. Но это Божья мечта у нас. И уже на 8% она реализована. Аминь. помолимся. Продолжение следует...